Субтитры создавал DimaTorzok Одна воздушная оболочка Поднимаемся в небо на аэростате Копол воздушного шара надувается прямо на земле С помощью огромного нагнетателя Внешняя часть похожа на мощный вентилятор Почти надутая воздушная оболочка, лежащая на земле Похожа на огромную разноцветную туристическую палатку Воздушный шар или аэростат Аэростат считается одним из первых видов транспорта С помощью которого человек поднялся в небо Его изобретателями стали братья Монгольфье По имени которых некоторое время и назывались первые аэростаты Современные шары различаются по объему и высоте купола А также вместимости корзины Высота купола может варьироваться от 18 до 25 метров Корзины плетутся из ивовых путей И в стандартной модификации вмещают от 4 до 5 человек Есть более крупные корзины, в которых может находиться одновременно до 20 человек Интересно, что воздушный шар не имеет веса В наполненном состоянии он легче воздуха Так что его может сдвинуть даже ребенок Но масса у шара все-таки есть и может доходить до 500 килограммов В среднем полет проходит на высоте до 500 метров Но пилот может и пощекотать нервы пассажиров Проведя шар практически по верхушкам деревьев Или на расстоянии пары метров над землей Наш пилот говорит, что высота сейчас порядка 200 метров над землей На самом деле очень страшно, мне кажется, у меня трясутся руки И вот часть корзины, в которую я вцепилась при подъеме, я до сих пор не отпускала Летают обычно на закате, при условии, что ветер в это время не превышает 5-7 метров в секунду Днем солнце очень активно и прогревает землю неравномерно Вследствие этого поднимается сильный ветер, который делает полет небезопасным В редких случаях в дневное время бывает штиль Но штиль еще опаснее равнонаправленного ветра, так как неизвестно, откуда дует После захода солнца летать нельзя Аэростат невозможно оборудовать посадочными огнями и прожекторами А вечером сверху незаметные линии электропередачи Сегодня мы открыли сезон, летний сезон 2010 года в районе Красного Яра Двигаемся мы на восток, юго-восток Сока, в Валерике Сок Скорость дрейфа очень низкая, практически нулевая, метра полтора-два тяга Самая лучшая погода для воздухоплавания В первую очередь для приземления с очень нервничающими пассажирами Всех тех, кто впервые поднимается в небо на воздушном шаре В первую очередь беспокоит вопрос приземления Летать на воздушном шаре, несмотря на простоту конструкции, намного безопаснее, чем прыгать с парашютом Безопасность пассажира во многом зависит от мастерства и опыта пилота Аэростат не может резко потерять высоту и удариться об землю Поскольку внутри оболочки под контролем пилота более 2000 кубических метров воздуха Плетеные из лозы корзина мягко амортизируют удар, принимая основную его часть на себя Съемлились мы достаточно мягко и, в общем-то, все опасения и страхи были напрасны Виктор Отличный пилот, спасибо ему! Виктор Отличный пилот Сложно как-то себя контролировать и, что же сказать, ощущение просто колоссальное и непередаваемое Когда корзина коснула земли и когда разрешили из нее все-таки выйти Ты землю воспринимаешь совершенно по-другому Хочется по ней бегать, чувствовать ее твердость, чувствовать, какая она есть Даже хочется понюхать или даже поцеловать Виктору еще раз большое спасибо огромное Действительно, полет был незабываемым Мы только что наблюдали, как нас посвятили в графья Лужковские Подпалив немного кончик волос, потому что посвящение проходит огнем Потому что благодаря нему именно мы двигались по воздуху И шампанским, потому что традиция возилась во Франции А теперь мы графья Лужковские, потому что приземлились на территории небольшой деревеньки под названием Лужки Редактор субтитров А.Семкин